Последние месяцы рухнуло много того, во что я верил, и был почти убежден. Оказалось правильно, все как, помните, пресенажные дни Свердны. Штирец, не верьте никому, мне можно, сказал Мюллер, который был советским агентом и хоронен в Москве. Вот, вот и все. А сказки, как я сашка тебе показали, что на самом деле... Ну вот и все. В принципе, радостных событий нет. Вот только мне для меня встреча несуна, и погода хорошая, самое главное. И что я добрал за живым до Москвы подавчера, тоже пучечок, но приятно. Я вас поздравляю с неожиданным пришедшим опять бабью летом. Она не новая будет, но все-таки лучше, чем какие-то дожди дурацкие. И поэтому с осени хочется начать. И сказать пару слов, осень для меня всегда была... Как ни странно, я всегда влюблялся осенью. Весна ничего, никаких гормонов вообще. Никуда не тянуло меня, ну там, может быть, куда-нибудь. Можно пойти на бит с таганскими ребятами, там, встречи какие-то. Я понимаю, тоже вы тестостерону, вы знаете, что такое у мужа. И тестостерону либо воевать, либо наоборот, любить нам. И от всей души. И в мае все. Тут мы ничем не отличаемся от всего живного мира. И болячь, кстати, обостряется тоже. Любой тоже вроде болезней. И осенью, и весной. У меня самое хорошее настроение весной. И поэтому получаются хорошие грустные песни. Для меня. Вот я с них и начну. Но еще осень, конечно, пора расставания. От пляжной дури очистятся мозги. Романы кончаются. Расплежь. Никогда не сбывается, не повторяется. И долго не тянутся пляжные. Это же аксиома. Но все равно это сладкая грусть. Потому что что-то было же. И не так обидно расставаться. Ни той, ни тому. Так что вот. Ну вот деревня Уласио. Как это все происходит. Осень наступается. Почему Уласио? Ну я рассказывал. Я там живу. И не хочу совсем в Москву. Но не желаю еще. Хотя я здесь еще и проживаю. С прошлого века. Серьезной. Сказала одной девочке молодой. Она к дяде. Говорит. А вы с какого? Я с Сергеевым прошлый век. Она прикинула что-то давно. Потому что мне 50. Сказала. Вы хотите сказать, что вам 100 лет? Даже арифметики никто не знает. Добавьте там. Сколько надо? Ты скажи, что это будет. В 2021. В 2001 вернее. Ну ладно. Будем считать, что в прошлый век все воспоминали. Но мы все родом оттуда. Так все уж тут. И все это все знают прекрасно. Вот и все дикостры погашены. Возле влазьевских тополей. Скрылись лета за дальней бошей. И не жалей его, не жалей. Все, что было уже вчерашней. И до будущей весны. Отшумели романы пляжные. Ах, осенние расставания. И как водится с данных пор. Несерьезные обещания. Безответственный договор. А остается молчать и хмуриться. С сигаретой в сердцах дымя. А вон она проходит по улице. И не твоя уже, и не моя. Облака потихоньку катятся. Забираются в далеке. День другой и дожди заладятся. И туманы сползут к реке. И не спешно, собравшись силами. Меж осенних холодных звезд. Загрунтует зима белилами. Этот влазьевский пестрый холст. И не спешно, собравшись силами. Меж осенних холодных звезд. Загрунтует зима белилами. Этот влазьевский пестрый холст. Спасибо. 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 Промокши, осяпши, тычет носом холодным в ладони мои, словно рыжий котенок. Промокши, осяпши, тычет носом холодным в ладони мои и под шелестом. Спасибо. 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 Значит, я с вашей шишине спою песню, она мне очень... Я не знаю, кто автор, как всегда, никто и поэтому сознаю, что не моя. К сожалению, сознаю. Но эта песня, ну мне 20 лет, я влюбил, и друг мой покойный, Сашка Табаков, тоже влюбил из двух подружек. Ну, я не буду рассказывать, это долго, но это было очень здорово тогда. И вот вот эту песню, одна из них играла на пианино, она много всех, Пистолс, Роллингстонс, но вот эту песню она играла. Это Сашкина подружка, моя ничего не играла, ничего не пела. И пел, и я играл, и играл на гитаре. Но не важно. Но она отказалась, три раза ввел предложение, отказалась выйти за меня замуж, сказал, Мороз, ты несерьезный. И мы встретим, а где спустя мужик. На замуж я же нет, не могу. Осень, она не спросила. Осень, она, привет. Осень, она, вопросов в милых глазах замрет. Осень, дождями ляжет, листьями заметет, По опустевших пляжах медленно подойдет. Осень, дождями ляжет, Листьями заметет, По опустевших пляжах медленно подойдет. Может быть, ты заметишь, Рыжую грусть не ствы. Может быть, ты ответишь, Что вспоминаешь ты? Или вот это небо, Синее, как вода? Что же ты раньше не был, Не приходи сюда? Пусть тебе снится лето, Я тебе улыбнусь. А под глазами где-то Чуть притаилась грусть. Может, под сенью весел Кто-нибудь загрустит. Тихо ложится осень Листьями на пути. Пусть тебе снится Листьями на пути. Пусть тебе снится Листьями на пути. Я понимаю, что если не та пора любви, Про войну самый раз, Она и не кончается. Там промежуток межмерщиков, Я замечу, что война в Украине Продолжение афганской войны. Так что вот тут прямая связь, никто меня не отрицает давно. Теперь, конец лета, начало осени. Вот так, немножко лет назад. Есть подрезание в озере Тихое. Чистое, Тихое. Там много лет. Оно тогда давно заросло. Но тогда нам казалось, Дива дивная. Никуда мы не ездим, не сели гер, не рвались никуда. Потому что не знали Подмосковье. Мы там, ну, в институте уже. Нам нравилось в мае, после разлива, по болоту, по грязи. А ты лезь как черти грязные. Там еще переправляют через какие-то вонючие лужи. Ну, вот такая романтика была. Экстремально по тем временам. Холодно там, до минуса было. Ну, неважно. И вышли на это озеро. Потом уже вернулись. В августе месяце. И вот тогда я написал песню. Это год, наверное, 72-ое. Второе. Озеро было уже прекрасное, потому что выскала грязь. Куда в первый раз уходили. Ну, вот и все. Значит так, вступление. Летний вечер на дозе. Сизой дыкой качается. И в воде отражается. Желтый гребень костра. Еще долго до осени. И не надо печалиться. Мы еще не прощаемся. Нам еще не пора. Еще долго до осени. И не надо печалиться. Мы еще не прощаемся. Нам еще не пора. Над зеркальными водами. Тростники, хороводами. Городскими заботами. Не болеет душа. Здесь, на озере тихое. Утки плещутся дикие. Прячут тайны великие. За стеной камыша. Здесь, на озере тихое. Утки плещутся дикие. Прячут тайны великие. За стеной камыша. Над палатками вечные. Соснам высются смечками. Тянут лапы доверчиво. К золотому огню. И сквозь полыхи алые. Вижу губы упрямые. Хочешь самое главное. Я тебе подарю. И сквозь полыхи алые. Вижу губы усталые. Хочешь самое главное. Я тебе подарю. Затянулась нечаянно. Церемония чайная. С неба свода отчаянно. Звезды прыгают вниз. Вы согласно преданию. Загадайте желанье. Чтоб дорогами дальними все желания сбылись. В этой тихой обители. Мы столичные жители. Удивленные зрители. Удивленные зрители. Нескончаем их пьес. Удивленные искренне. В том что кажется жизнью нам. Допусти нас до истины край забытых чудес. Удивленные искренне. В том что кажется жизнью нам. Допусти нас до истины край забытых чудес. Летний вечер над озером. Сизой дымкой качается. И в воде отражается. Желтый гребень костра. И в воде отражается и Немного качается миром. Еще не пора Если кто-то скажет, что он так все свои, сколько лет прожил, и ни разу не думал о другой женщине, о другом мужчине, вот я не поверю. Или пусть бросит мне камень. Или чем-нибудь кружкой запустим. А тут вот надпись должна вообще висеть, да? Как в американских боках. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. То, что обратил мне мальшу аккорды блатные, я, извините, на других не научился. Но не важно. Но вот это вот тоже. Тоже расставание, естественно. Вся жизнь на расставании встреч. Если бы были одни расставания, было бы тяжко жить. Одни встречи, утомился бы быстро. Ну, а так это еще чередуется равномерно. Все нормально, жизнь идет. Промчалось лето, жаркое и шаляное, ушло тепло, заскошенных полей. А мы стоим, прощаемся с тобою у двух заветных старых тополей. Костер погас, и песня не допета. Пусть нужных слов еще немало есть. Но мы молчим, промчалось наше лето. Когда еще увидимся, Бог весь. Но мы молчим, промчалось наше лето. Когда еще увидимся, Бог весь. А было так, в начале было слово, неуловимо, легкое, как дым. А все, что дальше, в общем-то, не ново, не осуди. И будешь не судим. А все, что дальше, в общем-то, не ново, не осуди. И будешь не судим. Смешались все рассветы и закаты. И что хотелось, каждому сбылось. Мы лишь в одном с тобой не виноваты, Что слишком быстро лето пронеслось. Я посреди деревни на рассвете Прощусь, целуя кончики ресниц. И пусть сплетут досужие соседи Про нас еще одно из небылиц. Нас разнесут по городам и весям Стальные стрелы скорых поездов. И все, что было осенью занавесен Тяжелой тучей сизых облаков. И все, что было осенью занавесен Слинцовый штурм снежных облаков. По-моему, переходить уже можно. К войне хватит. Любви давайте о войне. Я песню-то пел, но так просто. Война-то не кончилась, поэтому совершенно спою еще раз. Это, в мое видение, не пытаются описать Великую войну, Первую мировую. Для нас не было, для русских, никакой. Первой мировой, Второй мировой, Третьей мировой. Первая мировая, кстати, была. Наполеоновские войны. Мы защищали свою родину. А что-то так вот, с маху, с разгона Забрали полмира и Европу. Ну, на то мы и русские. Чтобы жить широко. К сожалению, сейчас все поддавали. Ну, это не мы, не русские. Бог с ними, а всеми. Значит, это Первая мировая война, которую выиграть нам не дали. Это исторически доказано. Заплеваны все герои войны. Я вам скажу одну вещь. У меня есть знакомый, он уже много лет ему. Вот он собирает открытки фронта той Первой мировой войны. И была такая история. Целая дивизия была отправлена из России в начале, в самом Первой мировой войне, в Четыре году, во Франции. И он выпустил книжку небольшую, так вот, в открытках. Они затощатся по войне с Францией. Дивизия русских солдат и офицеров. Дивизия участвовала в боях за Лени и Мажино, которые французы, как всегда, профукали нам, значит, и все это ясно. Ни бойцы, ни воины, ни коронники одну с головой. Ну, да, и фитальянцы. Махоронники и фитальянцы. Тоже все происходит. Но неважно. А теперь санкции нам предъявляют. Ну, сейчас вам санкции. Но неважно. Значит, и они остались там. Судьба их трагична. Они воевали вместе с французами на стороне Антанты. И воевали продолжали тогда, когда уже Николай II отрекся от престола. И Россия вышла из войны. Появили мы нас из войны Россию на победу. И ничего не получила поэтому Россия, кроме революции после окончания. А и вся Европа, Германия получила такие репарации, что только Гитлеру надо было появиться, чтобы за три года хоть из нищеты и полного людоедства и дикарства восстала Германия за давним договором. Чего-то о чем тоже мы не говорим. Но солдаты пусть страшна. Тех, кого отдали потом вернули в Россию, были расстремлены ЧК. Половина из них погибла, половина остались. Им не давали их, они были репатриированы, когда они не хотели. Их могилы все, где на центре Мердива, где еще разбросаны профси Франции. Или когда они уходили, когда части Белой армии уходили, разбитые и уходили из России после окончания гражданской войны, они оказались в Турции, на острове Левна, в Болгарии, везде. И самое интересное, но об этом долго рассказывать, материал с собой не взял, чтобы времени отнимать, но если залезть в интернет, вы найдете. Значит, там автор пишет что-нибудь чрезвое, с юмором слезь, он пишет, описывает события где-то в какой-то стране, на границе какой-то страны, там с Россией, все почитаем, но происходит то-то, то-то, а в конце... Это вы думаете, я события на Украине описываю? Нет, это 30-й год, Синьцзянь, Китай. Первый в мире и вообще где, где по-братски обнявшись, белые иммигранты из Белой гвардии, офицеры, и целый полк красноармейцев во главе с маршалом Рыбалка, последствием маршалом, я не буду по-китайски произносить, я только читать там, лучше говорить не буду, как его фамилия, не фамилия, а как его дождь большой начальник с китайского переводства. Неприлично звучит, но уж это в отчетах ЧК написано, так что я не буду говорить. Но да, и продолжали драться к кому? Уйгурами. Это вечная проблема с уйгурами на стороне китайского правительства, там очень кайши был, и называют это все боевое братство, водка испаянная накрепка. И вы все-таки выкинули эту хуйгур провинции, и зять до сих пор оставят спорные. Те красноармейцы тоже там много остались, они были красноармейцы одеты, специально, значит, полк целый, в белогвардейскую форму, царскую, и обращаться должны только друг друга быть так, звание господин поручик, господин офицер, господин этот, и даже китайским национальным. И многие остались там живы. Вот. Теперь, значит, собственно, к войне. Я говорил вам, мне как-то не нравится, никогда не нравилось перечислять там потери, то, как погиб, то, чего. Зачем это женщина, которая переживает, выжимает слезы лишний раз, да? Напоминать о том, некоторые на этом паразитируют. Но зачем это делать? Ведь главное, не кто, сколько кого убил, да? На войне всегда кого кто-то убивает. Да, страдают мирные жители. Но ведь это даже на врагов откладывает печаль. Вот что-то здесь происходит с душой, у каждого человека. И мы видим это на той же самом Украине, когда переходят кадровые офицеры украинской армии на сторону подстанцев, ну, скажем так, федералов, и наоборот происходит движение. Вот так народ и мечется. Но я потом в этом спрятал еще песню, незабедную, этот живой, слава богу, Сереги. А пока представь себе, Новый год, ну, попробуйте, я попробовал, получилось вот так. Значит, Новый год происходит в доме московского губернатора, офицерский балл. Это с 13 на 14. Еще чувствуется в воздухе что-то такое, что куда-то мы довлезем, за этих братушек полезем там, соответственно, договором, какая реальность? Мы всегда куда-то нас бросаем. И поэтому мы не приросли за полвека прошлого, за 100 миллионов, а примерно сократились в двое, на 140. Мы еще кого-то спасаем, какой-то интернационализм. А эти люди ничего не знали про интернационализм. За бога царей Отечества. Братушки царя убит Эргерсер Фердинанд. Все против Германии поднимаются. И мы, согласно договору, семи королей. Договор действует до сих пор. Туда опять не короли, там несколько всего, но президенты. И ворон ворон глаз не выклюет, вот так честно вам говорю. И где война не происходила, а не потому, что кто-то кого-то хочет. Сосед соседа. Сосед соседа просто дал по башке кувалты. Тут рабы, проспались, выпили себе опять, друзья. Но соседи не могут драться. Бесконечно. Это понимаешь, что, к сожалению, поздно. И проклятый интернационализм, я понял совершенно поздно. Не важно. Потеряв уже много друзей потом. Но это еще ничего, об этом никто ничего не знает. Есть командующие армии, он же император Абитникова и Второй. Есть генеральный штаб, есть генералы, есть корнет, есть полковники. В основном из высшего сословия все эти разночинцы пошли потом, после больших потерь в офицерском составе. Уже в 14-м году, о чем Пикуль писал, русская армия несет большие потери в офицерском корпусе, потому что эти русские офицеры с сигареткой и папироской в зубах идут, не стреляя впереди своих батальонов, и рот, немецкие снайперы, их выбивают первыми. Вот так, до истории. И тогда пошли разночинцы, открыли школу прапорщиков, в школу пошли прапорщиков. И туда, быстренько ускорено, нет. У меня есть учебник ускоренный для школы прапорщика. Знаете, отличается как резко приказ куждали императора, а призыв в армию от нынешнего всех остальных. Да, это другое. Хотел книгу писать потом. Ну вот, вы представили себе зал, зима, зал, свечи. Электрическая, как на стране, везде не было, и газовые фонари тоже. А в пальном зале свечи не полагались. Вальс при свечах, вальс при свечах, музыкой зал согретый, теплые блинки на верхних плечах, на лаве палетах. Графиня, я вашей пленен красотой, бывают такие моменты, ах, полнополковник, оставьте другой свои комплименты. Вальс при свечах, вальс при свечах, музыкой зал согретый, мягкие блинки на женских плечах, на лаве палетах. Ого, а корнет-то каков молодец, какая красивая пара, 17 всего, совершенный юнец, охватка мусора. Вальс при свечах, вальс при свечах, музыкой зал согрета, теплые блинки на женских плечах, на лаве палетах. И старый полковник, и старый полковник, и юный коронет, и старый полковник, и юный коронет сравнялись сегодня, и разницы нет, поскольку им нет, вальс при свечах, вальс при свечах, музыкой ночь согрета, теплые блинки на женских плечах, на лаве палетах. Пусть завтра война, пусть завтра в поход, сегодня об этом и слово, как знает наперед, где пуля найдет того и другого. Вальс при свечах, вальс при свечах, музыкой ночь согрета, мягкие блинки на женских плечах, на лаве палетах. Танцуйте, полковник, танцуйте, коронет, влюбляйтесь, как будто впервые, все войны не в счет, а смерть подождет, пока вы живы. Все войны не в счет, а смерть подождет, пока вы живы. Вальс при свечах, вальс при свечах, музыкой ночь согрета, мягкие блинки на белых плечах, на лаве палетах. Мягкие блинки на женских плечах, на лаве палетах. Заключение полковника карнат продолжается, они еще живые. Погода сегодня не к черту для злых и усталых мужчин. Набить бы кому-нибудь морду, да нет подходящих причин, а небо то дождь проливает, то снегом швыряет в лицо. Но так, господа, и бывают, наверное, перед концом. А в памяти спутались горько шрапны полицейских полянах, больничные серые койки и дом с мезонином в селях, и парк, где влюбленные пары скрывались в тенях тополей, где часто с ряном и гитарой гуляла собрали. Друзья, какие мы были загиры, как смелые мы были в речах, как ловко сидели мундиры на узких мальчишьих плечах, а ныне мы дьяволы, гуги, не дрогнет в атаке рука, клинок загоняя по стоки ворующие тела врага. Простите, мое многословие, не ведаем мы наперед, что будет еще призовья и страшный ледовый поход. Не все одолеют дорогу, не все улыбнется судьба, не все упокоятся с Богом на Сен-Женевье и Бла. Не все упокоятся с Богом на Сен-Женевье и Бла. А нынче погода не к черту. Холодный туман от реки, лишь теплая конская морда касается мокрой щети. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нам была передышка по гражданской войне. Сейчас я... Почему-то мне навевает, вот я не знаю, я серьезно говорю, там, несмотря на эту улицу, что еще событие на Украине чем-то очень похоже песня Сереги Гордеева. Называется песня Махновщина, написана по событиям той гражданской уже войны, мировой, потом революция гражданская. Но надо сказать, что мы ничего не знаем о Махно. Мы ничего не знаем о Махно. Но вот ребята, вот эти были, на 20 числа они могут подтвердить, из Центра общесвязи, где я работал последние два года, ездил в город Одессу. Для чего? Вы помните фильм, да? «Хождение по мукам». Вот это, помните, я Лёва Зяга, все равно ищутить не надо, да? Начальник контрразведки Махно, Лёва Задов. Вчера двух кончил офицеров, шикарно себя вели. Помните? Так вот, Лёва Задов, ну нет, сначала про Махно, и никто не знает, что ему. Нестор Махно был советской властью награжден одним из первых орденов боевого красного знамени. А Лёва Задов, который извергом показан совершенно, был в Одессе начальником первого отдела, то есть разведка. Имел несколько боевых орденов и восемь раз ходил за рубеж с орденовыми целями. В Турции куда-то ещё. Наши дети разговаривали с его дочкой. У нас Махно. За что Махно? Значит, тому обвинили власть, вот предательство любой власти, всегда, никого не жалеть. Батька Махно помог взять царицам. Он, кстати, так гордо, эх, Тачанка, Роставчан, Красноаргейская, вранью. Изобретатель, для этого Нобелевского племя можно было давать. Тачанке это Махно. Это в Красную Армию у них убирали. Очень эффективные средства. Понимаете? И на этих Тачанка всыпали и Будённого, и Миронова, которых там расстреляли командаром 2-й и 1-й. Но придумали. И не бандитское. Это было, кстати, как ни смешно и звучит, но если почитать историю Махно, да, даже фильм был снят недавно, год-два-три назад на Гассивирине. Махно, Гуляйполе, это во всей Украине первая и последняя была демократическая республика. С законами никто не нарушался. Изображаем Махно, значит, там расстрел за мародерство, расстрел за изнасилование. Это Махно сам лично расстрел для Лёва Задов, который не был. Не так, как показано вхождение по Мухам. Эта книга написана позднее и подрелась очернить образ Махно, что, не дай бог, на его образе, на фоне его не померк образ откровенного бандита, ему фильм тоже снимает, откровеннейший бандит, он бандитом был, тогда был красным командиром. И бандитского в Бессарабии, потом в Украине, и звали его, угадайте, как сейчас про него фильм идет? Так точно. Откровеннейший бандит. А Камо легендарный, значит, Камо, Терра Ванесян, значит, он легендарный герой, муки терпел. Так что, обычный экспроприатор, обычный бандит. Сейчас нас инкассатором грабят, тут везде, где хотят, когда хотят, никто никого не находит. Вот такой был и Камо. Так что, меняется все реалы. Вот остается, только она неизвестна. Недоговоренность, ощущение того, что чего-то тебе не говорят до конца. Что-то не так, потому что, если было так, как говорят, то все бы так и не шло бы. Совсем по-другому. Ладно. Вот и вход. Называется исход. Это продолжение все-таки тех же Харьков Генеев по мукам Белой Гвардии. Кто-то в прошлом сказал, после нас хоть потоп, но страшнее потопа агония веры. Мы, царицы, наставили и перекоп, но куда же теперь, господа офицеры? Значит, участь такая в Великой Руси макарится безродной непрошенной Сибири. Мы уходим из города на Российск, поле боя оставив за Красной Россией. И по всем кабакам пьет Христовый врать уцелевшую чудом Смирновскую водку. Нам, смертям преждевременным не привыкать, а теперь вот научимся жить в неохотку. Дай нам, Боже, набраться терпения и сил, не возжаждать бы крови, бездомные пьяна. А поручик Алыбов вчера застрелил боевого коня из себя, из нагана. Завтра примет нас берег до воли чужой, а сегодня усходен шраммелью разбитых. Мы поим лошадей своих ржавой водой и породно считаем живых и убитых. Мы уходим от праха последних могил, завернувших, пропахших порохом бурки и грехов наших чашу. Така приеспил император убитый в Венбурге. Мы сюда не вернемся, не верьте сердцам, за спиной нашей накрепка с заперты двери. И размазал щеку, слезу, кисал по усам. Нет, не злую, горючую, можете верить, задымят корабли, над барашками волн, увозя обреченных на муку изгнания. Будут биться вдали за великий престол. Тот, кто бросил его в убоявших страданий и в неясных пределах закончив свой бег. Мы, изверившись чуде в пророках мессиях, может быть, позавидуем тем, кто навек лег в священную горькою землю России. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, тетча обещал, с чего начал, значит, гуляй поле. Автор Сергей, и он, старый мой товарищ, написал мой хороший песен, нести бог. Он, к сожалению, популярный не стал, потому что и не хотел он ему быть, но есть вот, замечательную песню, очень много на фестивале он был. Значит, она, кажется, на первый ряд шуточная, но отражает, по-моему, ситуацию. То, что там происходит в связи с тем, что тут, ну, в связи хотя бы с тем, что приходит. Это уже карася рассказ. Неизвестно, кто, праворуки, правосейки, кто-то приходит на стоянку и охраняется автомобиль. Охраняется или человек там, или даже двое. Те с автоматом человек, вот эту, вот эту, и вот эту машину. Это правда, это очевидно. И вот эти, какие подорожки. Нам нужна революция. Без расписок ничего. Доехать от, значит, от Луганска до города Харьков 12 постов. Все требуют деньги на революцию. Ну, нет денег, говорят, нет, туда не доехать. Нет, тогда чего есть, давайте. Ну, Махно, в общем-то, изнасилование. Ну, вы знаете, изнасилование убитых женщин с отрезанными головами, с поротой животами, все это такое. У Махно такого не было. Поэтому, вот, Гордеев написал, мы с ним говорили про это поводу. Это, вот, напоминает, это, в общем-то, пародия на то, что нам показывают здесь. Ну, неважно, вы же поймете. Знаменосец взмошнул знаменем зеленым, стих на площади глух, встали эскадроны, крикнул войском, Махно, можно поразмяться, пей сегодня вино, завтра будем драться. Гуляй, поле, гуляй, поле, воленый край, пой на воле, на просторе погуляй. Сговори, казак, юную смырянку, с ней теплой, теплей, как-никак, ночью под ночанкой, с ней теплей, как-никак, ночью под ночанкой. Будет шмон, мужики, нам живыть надо, отомкнем все замки голодным прикладом. Мы войдем в шашки в дом, кто нас здесь осудит, криклетит над селом, ой, радуйте, люди, гуляй, поле, гуляй, поле, воленый край, а выводит Бога, молит не за мои. Бог на небесах, Бога надо славить, ведь его нам нельзя, как тебя ограбить. Прелоскай жениха, карная девица, мать, у меня греха, я хочу жениться. На столе самокон, баба на перине, и малиновый звон на моей малине. Гуляй, поле, гуляй, поле, воленый край, коль смычок на пенифоне скрипку дает. Мы, закрыв глаза, проведем по струнам, не пугают образа молодых да юных. Что ж ты, девка, дрожишь, прижимаясь к нам? С адаманом поспишь, завтра будешь с нами, будет сотня с тобой. Каждый день мечаться, станешь сотой женой в полице казацкой. Гуляй, поле, гуляй, поле, вольный край, конь на воле, но просто рыбало гуляй. Заговори, казак, юную спуглянку, с ней теплей, как-никак, ночью под тачанкой. Вот такая же песня. Ну и еще одна, которая тоже напоминает. Я хотел успеть в первом варианте. Мы пели на концерте, называлось наше, это, русский саймозначение, творческое обвинение, мы пели на концерте. И тогда, где-то в 88-м году, мне сказали, что написала ее девушка, 18 лет, где-то там, живущая в районе Мурманска, где-то чего-то. Ну, песню пели, она пользуется большим успехом. Мне кажется, она очень подходит до сегодняшнего дня. Ну, песня такая, стемная, вы сами поймете. Но написана во времена Рейгана. Я вот долго думал, ко мне советовали ее спеть, ну, и споете. Значит, но я исходил из того, что хорошо такие песни петь, когда, она псевдопатриотическая, ну, такая, хорошо такие песни петь, когда твоя Родина могучая, армия сильная, и ты владеешь полмира. Тогда, да, тогда можно смеяться. Сейчас, думаю, нет. И поэтому я не стал менять один куплет с Чурским Собамой, с Меркелем, с Путиным, со всеми дни. Ребятами их тут нет. Там времена Рейгана. Но если вдуматься, это то же самое, что происходит. Под крики, вот я же как сказал, что происходит с Буловой, там, с Мюллером вооружением. Говорил он, что никому не верят. Вот Мюллера нет, Мюллеру можно потом верить, он был советским разведчиком, работал на Советском Союзе. Вот. Вот такая патриотическая песня. Что смеется... Ну, можете воспринимать, как наш ответ Соединённым Штатом на их санкции. Вот так. Что смеется Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Элементарная фигня Все их попознавения У нас что люди, что броня Крепки до обалденья Эй-эй-эй-эй На броне транспортере Эй-эй-эй-эй На броне транспортере На ихнюю истерику Пойдём железным строем Голуб открыл Америку А мы её закроем Эй-эй-эй-эй На броне транспортере Эй-эй-эй-эй На броне транспортере А вдаль глядеть уверенно И мы с тобою, брат В гробу видали Рейгана И весь его сенат Эй-эй-эй-эй-эй-эй На броне транспортере Эй-эй-эй-эй-эй-эй На броне транспортере Ну ладно Не испукаешь нас ничем Любой не страшен враг Ни Патрушенко в смерти Ни надо ни параг Какой номер один Эй-эй-эй-эй-эй На броне транспортере Эй-эй-эй-эй-эй-эй На броне транспортере Ну и ежа Голкина Понятно? Не испугаешь Только бы не борзели наши вот эти вот Министры, чиновники Они обрадовались Руки загребущие, глаза загребущие Да, конечно, санкции, давайте Запахали всю землю Даже Потанинскую Она у него была в аренде 49 гектаров На 50 лет Ой, 30 гектаров на 49 лет в аренде Ну а когда Медведев приказал Воробьев сказал Есть Запахали землю А так и уйдите на квадроцикл Всю жизнь ездили Вокруг ограбывался Самоузира Ну, Потанин Лавлоги, который Он же в нашей деревне пастош Там жена его зверствует Понимаете? Запахали и все И чем-то засадили Выросло череполок чего-то И я понимаю еще попытки Прогнулись перед властью Но зачем? С травой засаживать Ну там ничего не выросло Скота-то нет Скота-то перерезан Пять лет назад Кормить нечем Одна коровая там потанет Дой Зачем засадить Зачем 30 гектаров засадить травой А потом понимаю Да и фонды под это Нет колхозов уже Ни совхозов никаких Их нет сельскохозяйств На Лухариевской районе Московской области Но фонды это дают Сразу это делают По дополнению приказа Дороги, дурацкая Там смех Я же не могу не раскатывать Время потратить Думаешь, что еще там Не наискательный Не сметал искательный По полям Подхожу, мужики, что Металл ищут Стоял с меня, он ничего не находит Обратно не учили Сотяки Потом рассказали Чтобы запахать Трактора нужны Трактора-то пропили все И забрали с долги У колхоза Пригнали импортные А импортные По нашему полю Пройти не могут Потому что за 40-50 лет Она обломками наших совет Тракторов Усеяна Галян-мал Можно найти Там косилки Обломки Так было Никто не трогает Вот все это делают Саперы пошли Кучу металлолом Вытащили Цыгане увезли Они металлолом Собирают И увозят 60 рублей за килограмм Ну бесплатно Адут пройдут 60 Но чистят Деревнюю металлолом Заодно все Что металлическое Понимаешь Тазик не надо И засеяли Травой И отчитались Фонд это распахано уже Сразу же выдают Что на следующий год будет Доложили На следующий год Мы полтора раза больше соберем Чего вы соберете Полтора больше Сено Так кого кормить Этим сеном А ведь чтобы его собрать Еду туда Вот в нашу концерт Еду в деревню Смотрю Красивее Было там Вот целое поле Засеянное Ячменем Пиво Частная компания Взяла какая-то под пиво Чайные ячмены Вот ровненькими рядами Лежит салон Вот такая вот Родина слад Женой едем Я говорю Вот точно подожгу Я с ним боролся В десятом году Там как-то деревьев Не сгорел За этих поджигатель Нет Ты что Ты что там ничего Тоже ночь Зарево такое Подожгли солому Кто А кто Кто бы собрал Потому что платить же надо Чтобы убрать Это солому Как положено Волки Свалять Положить Где-то же деньги А нахрена Пусть лучше Три деревня Сгорят Они свой ячмен Сняли И уехали Вот и сейчас Будет то же самое Ну же Вот смешно Если бы не было грустно Ладно Дальше поехали Против Против Транспортер Патрон Нет Советники Советники Да Значит Большую Благодолгу Я Перед Советническим Аппаратом В Афганистане Бывшим Вот здесь Сидит прекрасная Девушка Оля Да У вас Кто был Советник В Афганистане Наш Советник Да Вот еще Наш Сидят Тоже Советники Я завидовал Седая Ермакова Есть у меня Замечатель Песня Советник Жуков Да В принципе Левстаков А Левстаков Левстаков Песня Да Я что Сказал Витя Левстаков Я думаю Я думаю Я написал Левстаков Вот Вот Да Левстаков Я завидовал А У нас были, мы никому ничего не советовали, но 20-й контракт потом, или 20-й, как называют, советческие внешние разведки, мы под них, они нас вроде бы как прикрывали, потому что диверсионная разведная группа не может, там город себя видимо диверсанты. Вопрос, что вы тут делаете? Там мы советуем. Никому ничего не советовали, а вот так. Советники поэтому получали больше в деньгах, мы меньше, а я был комендантом Лилы, как бы, знаешь, писал так. А в Украине до сих пор живут? А? А не из Маркова в Украине до сих пор рассказывают о том, каким он был советик? Ой, Иваныч, привет, дорогой, Витя, ты здесь, вот боевая группа, вот Оксаны сидят, три седых полковника. С комиссаром вместе. С комиссаром, да, комиссар, комиссар. А вы, значит, все равно назывались советниками. И когда я японца спас в Кабуле, пока я выбирал жене там какие-то шелки, там он дешевле был. Китайский шелка, китайский шелк, на грязном. Знаете, что это такое, да? Два базара, один зеленый, другой грязный. На грязном все есть, дешевле, но там пять этажей вниз, киризы, там никто никого никогда не находил. А это был японский журналист, японская газета, значит. Мне его попросили, товарищи, ты посмотри за ним, чтобы он особо шуток никуда не делал. Тебе все равно, а нам будет приятно, что он под присмотром. А я загляделся, думаю, какую шерсть выбирать, сколько у меня там командировочек? Хватит, не хватит, не хватит, не хватит. А меня долго смотри, говорят, чего? А там уже с нашими советниками во главе призыв в армию Афганистана. А он с лица хрен его знает. Он японец, отец у него камикадзе. Не успел, правда, от ракеты шасси война окончилась. Но был Ошебный у нас здесь, Ошебного журналиста. И похож он на калмык или на казах, вот нашли. Ну вылитый. А там хазарейцы есть, там же есть полуна. Те же самые калмыки и казаки, там есть за границей. Узбеки, Таджики, Туркмены, значит. А там без разбора сказали, царадуи всех хватать. И, значит, хватают и тащат. Машину, набитую уже афганцами, ничего не дают. На грязном облаве всех важны. Значит, а я подхожу, мне дали какую-то книжечку. Там был что-то написанное. Мне сказали, читать не умеешь. Я не умел, я не сейчас не умею право наливать читать. Говоришь советник, советник хады, там. И я подхожу туда, значит. Вокруг бегает какой-то шароварок, тут у него, значит, рубашка его. И на этом месте отпирает пистолетом. Ну, я понимаю, это ли царандовец или хады. А это уже запихивает в кузов вон там. Я ему не понимаю, я ему толкнула, он читать не умеет. Я ему показываю вот эту вот корочку такую. Без фотографии нифига. Показываю. Фотография обязательно. Фотография была. Помнишь, да, вот это вот? Ну, тогда. Такое, гаражовато-серого цвета какая-то. Год рождения у меня был написан 1300 какой-то. От этого, по мусульманскому. От пророка не обрали. Там 14 лет у нас было 20 или 14. Все верно. Они по-другому считают немножко. Чего делать-то, значит. Я ему, а он не умеет читать. Он там. Я смотрю тебя, а мне нет пистолета. Мне не дали пистолета. Хотя ездил я с нашими этими ребятами из форт-пункта. Вот нашими. Помнишь, да, наши форт-пункты? Он, ладно, выторщил. Пусть бы не услышал. Я говорю, советник хада по-русски говорит. Он тогда... Я говорю, уже по-английски насмешанно. Нам есть тоже понимание. Я говорю, это наш. Пресса, пресса, пресса. Вон, берут. Советник, тоже советник. Мы сняли. Кира, мы его отпустили. В армию не забрали. Зато он мне подарил гитару. Я помню первую гитару тогда. Ямаха, которая была. Я помню. 10 лет этой Ямахи на ней сгорелся. Протачал Ямаху за то, что не дал его предвозь в армию. Бас. Брат по-русски. Хрец, потому что он советник. Камикат. Сын. Ну вот. Теперь про Афганистан. А может переходим? Нет. Нет. А вот советские песни. Так. Это мой долг святой перед всеми советниками. Я вот не написал ни одну песню про моих друзей и советники. Я считал, что один раз написано про каскад. Комсомольский советник. У нас стопроцентный советник. Но и то офицер полковника Руа Кулика Писарова под прикрытием комсомолов. Группу Сидоров. Ну я должен чем сказать. Это грамотный человек. Почему, что мы группой. Вот недавно подтвердили три наших офицера и два наших офицера сидят. Коля на такую притаскивал информацию. Чисто разведательный. Он это мучился. Он это знает. Который нам не добыть никак. Мы же как с этими пионерами. Октябрятами. Этими комсомолками. Как мы будем работать? Бородатые мульти такие. Девочка говорит. Где тут у вас папа бандит прячет? Где ваш папа? Сознайся. Мы тебя отдадим в Москву. Не бывает. А Коля умел. Я тебе расскажу тайну большую. Наши дочь секретарь был КСС. Как мы. Или мы умирали как советники. Боевые советники. Я помню пример двух полихумри. Один был застрелен в Кабуле. Сына оставил. Сам пошел зашел в магазин. Надо его застрелить в магазин. Много. Боевые советники. Вот тут. Они были раньше у нас в Казахстане. Поют песни. Но это люди с большим чувством юмора. Как говорят французы. Каждый должен над собой посмеяться. А тот, кто не умеет, его очень жаль. Не всех среди он умеет. Поэтому в мире так много сумасшедших. Вот. Значит, вот песня советников. Несколько. Звали нас Высокоблагородие. Как не как русский офицер. А теперь какая-то пародия. По собачьи кличут мушавер. Мушавера советник. А теперь какая-то пародия. По собачьи кличут мушавер. Раньше петеля ремни скрипучие. Конь-огонь под бархатным седлом. А теперь спецовка в лучшем случае. БТР и все на нем гуртом. А теперь спецовка в лучшем случае. БТР и все на нем гуртом. Раньше ресторан это шампанское. Вина хоть по вкусу набирай. А теперь отрава пакистанская. Хочешь пей, а хочешь выливай. А теперь отрава пакистанская. Хочешь пей, а хочешь выливай. Женщин нет, а есть их без внимания. Чеков нет, так оттолкнут ногой. Две собаки, вся моя компания. С ними порычишь и на покой. Две собаки, вся моя компания. С ними порычишь и на покой. Звали нас в высокоблагородие. Как-никак русский офицер. А теперь какая-то пародия. По собачьи кличут мушавер. А следующая песня серьезная. Эту песню писали сами советниками. Мне тогда сказали, что это написал. Я не знаю, Витя, может поправишь? Я же тебя эту кассету первый слышал. Нижмакова. То ли Ломовцев. Не помнишь, но есть. Ломовцев, Женя. Или Женя Ломовцев. А, ну помнишь, ну Ломовцев. Советники были все под разными именами. Я точно знаю, что Нижмакова был. Нижмакова, герой Молдави. Женя Ломовцев в Казани похоронил казанский полковник. А, ну все. Потому что мне сказал Нижмак, что кто-то из других советник. Ну не важно. Я советник. Мы русские люди. Мы бережно любим Просторы лесов и полей. Мы здесь, за границей, Россией частицей. Поэтому, люди, двойные. За тысячи вез от дома Средь серых афганских гор. По тоске по всему родному Негромкий ведем разговор. У коек стоят автоматы Попутчики нашей судьбы. Из Римова фронта солдаты Мы учим искусство борьбы. У коек стоят автоматы Попутчики нашей судьбы Из Римова фронта солдаты Мы учим искусство борьбы. Земля задохнулась от жара Пожары куда ни взгляни. Укрылись в горах Кандагара Бандиты, Саид Кейлони Мы делаем дела, и верим В их, в общем-то, скорый конец Не зря назовут мошаверы Хранители мирных сердец Мы делаем дело, и верим В их, в общем-то, скорый конец Не зря назовут мошаверы Хранители не юны сербинцы. Разведка Великого Советского Союза, кстати, в Семяополеоне и Берии больше успехов, чем при Лаврентии и Берии, наша разведка никогда не достигала. МКВД, а вот сейчас милиционера поздравь, что я делал с 20 декабря, я говорю, про этих наших профессионеров какой-то важный. Я говорю, ты неграмотный, Фазан. МКВД расшифруется как народный комиссариат внутренних дел. И писали вы там на стенках МКВД палачи и убийцы, вы писали МКВД. Это не ваш праздник, ваш, 20 декабря будет их не праздник. Так что удовольствия всех поздравить. У меня друзья есть хорошие, нормальные, опера и нормальные, хорошие полковники милиции. В какой безразличной стране, заграничной, в одном из огромных чужих городов, Живёт неизвестный, живёт мистер Джексон. Он Джексон и он же майор Иванов. Чтоб быть в русле жизни, вот делай бизнес, он враг коммунизма. Он общий москет, как все за границей, он ходит молиться. А где-то хранится его партбилет, как все за границей. Он ходит молиться, а где-то хранится его партбилет. И не за награду, и виллу за границей. На риск каждым утром тот мистер идёт, а где-то в Ростове, А может, во Пскове, а может, на Волге. Семья его ждёт, как где-то в Ростове, А может, во Пскове, а может, на Волге. Семья его ждёт и может так статься, Что им не дождаться. Когда он с работы вернётся домой, А просто однажды придут к ним и скажут, Он долг выполняя погиб, как герой. А просто однажды придут к ним и скажут, Он долг выполняя погиб, как герой. Так какой безразличный? В стране заглядочке. В одном из огромных чужих городов Живёт неизвестный, Живёт мистер Джексон. Он Джексон и он же, Майор Иванов, Живёт неизвестный, Живёт мистер Джексон. Он Джексон и он же, Майор Иванов. Ещё одна песня, С той же кассеты, Она адресуется всем. Вы видите, советники писали, Но там мало про советов. Мы все были одни, На одной конторе. И наши по оружию собратья Тоже самое, Кто был нелегально. Песня хорошая, Она всем посвящается. И тем, кто сейчас воюет На стороне Восточной, Здесь воюет. Там есть наши советники, Есть кадровые офицеры, Есть добровольцы, Есть афганцы, Есть казаки, Есть все. Вот там у меня лежит обращение Добровольца К русскому народу, Что? Ну да, Не важно. Ну и вот, Мы можем найти его в интернете. Интернет полный интересными фактами, И это обращение есть. Оно написано, конечно, На больших эмоциях. Понятно, что писали казаки, Все время ссылки на Бога, И его обращать. Ну вот, Значит, Я песню спою вот эту, И на этом, Пока он там в перегорыбе. Всем, кто уходит, Защищать родину, Может быть, И не вернется. Сто тысяч дорог позади, И снова далеко, далеко, А что там еще впереди? Дорога, 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 А что там еще впереди? Дорога, 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 Я выйду живым из огня, А если погибну до срока, Останется после меня. Дорога, 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 Останется после меня. Дорога, 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 Ты сердце свое успокой. Напрасно, напрасно тревога, У нас просто адрес такой. Дорога, 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 У нас просто адрес такой. Дорога, 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 100 тысяч дорог позади И снова далёко, далёко, а что там ещё впереди? Дорога, 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 а что там ещё впереди? Дорога, дорога, дорога Извините, я вам решил, я вам перекур, братцы 15 минут А, вот за объявление А вначале скажешь, я вам несколько объявлений, там по несколько минут